Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, как мы поступали в высшеучебное заведение. Илья поступил в Саратовский государственный университет имени Николая Гавриловича Чернышевского на физический факультет на бюджетной основе. Набрал он небольшое количество баллов, всего 150, и среди 30 бюджетных мест он был на 21 месте. То есть вполне реально с его баллами получить высшее образование. Итак, друзья мои, сегодня мы хотим поговорить о том, какие ошибки не стоит совершать абитуриентам и вообще, что нужно для того, чтобы поступить в высшеучебное заведение. Итак, первое. Нужно сначала определиться с вузами. Вот, допустим, вы в интернете набрали все вузы, которые только имеются в вашем городе или в каком бы то ни было другом городе. Выбрали для себя вузы, которые вам подходят. Выбрали для себя вуз приоритетный. Дальше уже открыли сайт каждого вуза и посмотрели, какие экзамены необходимо сдать для того, чтобы туда поступить. Вот в нашем случае это физика была. Чтобы поступить, надо сдать единый госэкзамен по русскому языку. Это сочинение написать сначала, а потом непосредственно уже тестирование пройти. Сдать математику базу и математику профиль. Профиль перейти хотя бы минимальный порог. И нужно сдать профильный экзамен, который поможет вам поступить в тот или иной вуз. То есть, допустим, в нашем случае это физика была. Кто-то выбирал общество знаний, кто-то сдавал и общество знаний, и физику, там кому-то иностранный язык. Итак, вы определились с вузом, с вузами. Какие же документы вы должны подать? Вы сдали все экзамены, все хорошо. Теперь каждый вуз, каждый институт, даже любой техникум имеет свой сайт. И на этом сайте вы можете найти всю интересующую вас информацию, в том числе и какие документы нужно принести. Итак, идем. Вот она, страница. И здесь написано «Документы, необходимые при подаче заявления». Идем сюда. И здесь все прекрасным образом написано. Итак, нужно заявление. Образец и бланк заявлений предоставляется в приемной комиссии факультета. Паспорт, он предъявляется лично, а также ксерокопия 2, 3, 5, 7, 19 страниц. Документ, аттестат, диплом о среднем, общем или профессиональном образовании. Оригинал или копию. Вот про оригинал и копию будет потом очень серьезный разговор. Дальше. Документы, подтверждающие особое право на приемное обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты при их наличии. Документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление при их наличии. Фотографии 3 на 4 в количестве двух штук. Это для абитуриентов, имеющих право на вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно. Кстати говоря, вот этот пункт, который здесь написано, на сегодняшний день отсутствует. Он недействительный, потому что принимаются только результаты единого госэкзамена. На базе институтов уже никакие экзамены поступительные сдавать нельзя. Дальше. Медицинская справка по форме номер 086У не во все вузы требуется, а только на ряд определенных профессий. Вот тут написано, что это психолого-педагогическое образование, прикладная геология, педагогическое образование и специальное дефектологическое образование. А на наш факультет медицинская справка не нужна. Как нам сказали, медицинское обследование они пройдут потом уже непосредственно, когда будут учиться. Ну и так далее. То есть все документы, которые нужно подать, написаны в сайте вуза. Потом вы приходите непосредственно в приемную комиссию, там вам дают анкету, которую нужно заполнить. Совет, сразу первый совет. Пишите все, все-все-все свои достижения, которые только у вас имеются. Пишите все свои заслуги, все свои победы. Это может быть очень важным при выборе между одинаковыми по баллам документами. Вот будет обычный, допустим, Петя Иванов какой-нибудь, который набрал 150 баллов, и какой-нибудь там Вань Сидоров тоже набрал 150 баллов. У Пети Иванова будет написано, что он активный член общественных организаций, что он там, допустим, член команды КВН какой-то. А у Сидорова не будет этого написано. И возьмут, соответственно, того, у кого более полная анкета с интересными данными. Конечно же, если вы участник Олимпиад, КВН, общественной организации, у вас какие-то спортивные заслуги, вот это все-все-все нужно обязательно указать в вашей анкете. Итак, у вас приняли все документы. Тут же они все вузы заносят данные в электронные базы данных. Вы в итоге сразу попали в ранжированные списки. И теперь можно дальше уже отслеживать свое место. Так как каждый вуз ведет электронную базу данных абитуриентов, где видно все абсолютно. Это те баллы, которые получили из ЕГЭ, какие документы были сданы, копии или оригиналы. И там отмечается также статус абитуриента. Это правило расписания рейтинга. Вот рейтинг поступающих. Так, вот мы сейчас будем как раз смотреть списки рейтингов поступающих. Здесь вот отмечены все факультеты. У нас физический факультет, бюджет. И вот они, наши списки. Изначально все попадают вот сюда, в этот список. И здесь отмечается, где оригинал, копии и результаты всех экзаменов ЕГЭ. Показано общее количество баллов и так далее. И сбоку будет вот список. Это сейчас просто подытожено все уже. Вот он, самый интересный список поступающих, подавших оригиналы. Вот самое главное для вуза. Он начинает учитывать тех абитуриентов, которые подали оригиналы аттестата. То есть они понимают, что этот данный абитуриент в приоритете выбрал вот этот институт. Поэтому вот уже среди тех детей, которые подали оригиналы, и идет уже непосредственно конкурс. Итак, это вот из нашего опыта. Как мы поняли, что нужно делать? Сначала мы пошли, подали документы в самые желаемые для нас вуз. Это был СГУ. Вторые документы мы подали уже в аграрный. В аграрный наш университет. Нам там сказали, в приемной комиссии, что в прошлом году средний балл поступающих был 170. И мы вообще не знаем, со своими 150 баллами пойдем куда там или нет. У нас есть шансы, но небольшие. Однако уже к 20 числу июля нам позвонили и сказали, что наш СГУ поступил. Срочно нужно принести оригиналы документов. А в СГУ нам не звонили. И мы стали уже как бы метаться и беспокоиться. Так куда же мы пойдем, куда не попадем. То ли нам в аграрный нужно сейчас идти, забрать оттуда оригиналы. То ли нам надо сидеть, ждать в СГУ, примут нас или нет. В итоге и родня нас стала давить. Вы там следите или не следите вообще. И, короче говоря, Саша и Илюш поскакали в СГУ, в приемную комиссию, чтобы выяснить все-таки наше положение. И там нам сказали, заверили нас, что на 99% Илья поступил. Итак, в итоге, что же оказалось? Приемная комиссия любого ВУЗа берет в расчет при зачислении тех абитуриентов, которые подали оригиналы документов. Что означает первостепенное желание учиться именно в этом ВУЗе. И неважно, сколько баллов вы набрали. 115 или 280. Самое главное, что у всех экзаменов, которые вы сдали, перешагнут минимальный порог. То есть, экзамен сдал. Система зачислений примерно такая. Допустим, есть 30 бюджетных мест. Оригинали подали 25 человек. Минимальный порог экзаменов у них перешагнут. Кстати, хочу сказать, что, как оказалось, когда вы приносите документы, вы же не приносите баллы по ЕГЭ. Они по паспортным данным приемная комиссия сама уже потом отслеживает набранные баллы. А как оказывается, многие приходят и от балды, что ли, говорят свои баллы. Лишь бы только приняли документы. Но это вообще смешно, потому что в итоге потом сразу они все это учитывают, считают. И в итоге такие абитуриенты сразу же отсеиваются. Поэтому, в итоге, чтобы добрать недостающие 5 человек, приемная комиссия начинает обзванивать абитуриентов, подавших копии, но с высокими баллами по ЕГЭ. Вот у тех абитуриентов, которых нервы не выдерживают, они несут оригиналы. И таким образом, сначала Илья у нас в разжирном списке был на 15 месте, а в итоге он опустился на 21. Но самое главное то, что он все-таки поступил. Итак, резюме. Что же нужно нам для того, чтобы поступить? Первое, сдать ЕГЭ и набрать хотя бы минимальные баллы. Но, конечно же, лучше все-таки постараться в течение года хорошо поучиться, Баллы были более высокие, и спектр вузов для вас был более широким. Дальше нужно подать документы в несколько вузов, и оригиналы документов надо отнести в предпочитаемый вуз. Дальше. Надо обязательно мониторить ранжированные списки тех вузов, в которые вы подали документы. Если вы понимаете, что более успешные абитуриенты, подавшие оригиналы, вас вытесняют из списков, то нужно ехать в вуз, в который вы предпочитаете все-таки поступить, выяснить ситуацию на месте. И если вы понимаете, что вы вылетаете, то надо брать оригиналы и нести их уже в другой вуз, где вы точно поймете, что вы туда проходите. То есть, где больше шансов поступить на бюджет и так далее. Таким образом, прошла первая волна при поступлении. Обычно вуз 80% дает на первую волну, и 20% пошла уже на вторую волну при поступлении. То есть, если вы все-таки в первую волну никуда не попали, вы несете документы уже во вторую волну. И те дети, которые попали в первую волну, они уже в этом конкурсе во вторую волну не участвуют. То есть, если у вас было 280 баллов, вы в первую волну не подсуетились и не отнесли документы туда, куда надо, то вы во вторую волну уже не соревнуетесь с теми, кто попал в первую волну и набрал 117 баллов. То есть кто уже в первую волну поступил, они уже не участвуют в конкурсе. Только лишь на те 20% мест, которые осталось. Это самое главное, дорогие мои друзья. На этом все. Мы желаем всем абитуриентам поступить в предпочитаемый ВУЗ, получить профессию, которую вы хотите. Подписывайтесь, будьте здоровы, счастливы. Всем удачи, всех благ. До новых встреч. Всем пока-пока.